26 ноября в Омск с двухдневным визитом прибыла Комиссия Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля. В числе гостей – член Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков и сенатор Атомской области Виктор Назаров. Парламентарии посетили спортивные и образовательные учреждения региона, на базе которых осуществляется работа с инвалидами. Первым был колледж профессиональных технологий. Здесь обучаются 28 человек с поражением опорно-двигательного аппарата и детским церебральным параличом. Все они являются ведущими спортсменами, входят в состав сборных команд Омской области и Российской Федерации. За последние 10 лет, благодаря участию в федеральной программе развития спорта, в Омской области построено и реконструировано 42 крупных спортивных объекта, в том числе 8 ледовых дворцов, крытый футбольный манеж, центр художественной гимнастики, Омский велотрек и другие объекты. В ходе совещания с участием представителей министерств и ведомств, ветеранов спорта и общественных деятелей, глава регионального Минспорта Дмитрий Крикорианц рассказал о реализации в Омской области государственной программы «Доступная среда». За последние 4 года в регионе было адаптировано 28 спортивных сооружений, из них 11 в муниципальных районах. Также делегация Совета Федерации посетила физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Дианово, где побывала на тренировке пловцов-паралимпийцев и оценила новый паркет в зале для игровых видов спорта. В Омском велотреке члены комиссии побывали в зале для фехтования на колясках, ознакомились с инфраструктурой спортсооружения, пообщались со спортсменами и тренерами. А в центре единоборств гостей встречали ведущие омские бойцы. Появился этот зал, у нас 200 метров квадрат этого покрытия, катами очень хорошо. Александр Шлеменко показал тренировочный зал авторской школы «Шторм», рассказал о подготовке юных спортсменов и ребят высокого класса и предложил посетить уличную площадку в Советском парке. 27 ноября Эдуард Исаков осмотрел уличный спортивный городок, оценил качество и безопасность тренажеров и дал комментарий по итогам двухдневного визита, который касался вопросов социальной защиты и развития адаптивной физической культуры и спорта в Омской области. Впечатления самые лучшие. И посетил много спортивных объектов. Общались и с тренерами, и со спортсменами, и с руководством Министерства спорта. Желание у амичей большое развивать и олимпийский спорт, и паралимпийский спорт, и сурдолимпийский. Те современные объекты, которые мы посетили, соответствуют всем международным стандартам. Приятно видеть, что спорт подключает профессорско-преподательский состав, использует комплексные научные группы в своих работах. Сегодня в стране реализуется национальный проект создания комфортной городской среды. Мы ездим по субъектам, тоже смотрим, как реконструируются парки, скверы, какие-то центры притяжения. То, что сегодня Министерство спорта очень тесно взаимодействует с Министерством образования региональным, это тоже большой плюс, что, к сожалению, не часто встретишь. Здесь вот этот такой тандем есть, существует, используется.